Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 200. События дня. 2 Фессаллихистам 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 29 июня 2016 года. Какие наши события дня? Ну тут объявление о Дворкине из интернета взято. С Казахстана пишет Алексей Матюшин. Война продолжается. Где? В церкви. Казахстан. Завтра перевыборы. Сказал владыке, что батюшка пьет в алтаре. И решили перезбрать меня у них с сокрытия смертных грехов. Тут знаки претенания, сами расставляйте. У священников. Считается мужской солидарностью. Меня считают стукачом. То есть суда Божия никакого не представляет. Пьет батюшка, запивается. Подсказали ему. Они все тогда вместе кидаются на того, кто сказал. Неверующие. Черные гиены, писаки, журналисты расклевывают славу России. Пусть кто-нибудь найдет, когда это было говорено. Напомню, это до революции еще было сказано. За это время так как все умножилось. Алексей Матюшин, трудно мне помолись. Конечно, я помолюсь и других прошу. Помолитесь. Человек этот прошел уже жизненный путь. Иконописец. Много лет работал в церкви. И вот заботится о том, чтобы было по-божески. А его преследуют священники. Они мигом соединяются. Лютуют. Интересно. Слово лютые волки встречается только один раз в Библии. Волки это волки. А лютые это неукротимые, бешеные. Они перескакивают через красные флажки. Они только подлежат уничтожению. И когда это было сказано кем? Апостолом Павлом. Деяние апостола, 20 глава. И он из Мелита призвал присвятеров церкви, епископов вместе. И далее говорит, как он жил, работал своими руками. Почему эпиграфом сейчас берем работать. Как Алексей Второй, патриарх, говорил. Отучили молиться, отучили трудиться. В этом все заключается. Иные говорят, у меня нет времени в церковь ходить. Иоанн Затон говорит, иди в храм. У тебя будет на все хватать время. Ты не будешь пять раз переделывать. Вот мы здесь работаем буквально с утра до ночи. И многое успеваем. И главное, здоровье не уменьшается. Иногда едва-едва дотащишься до постели. А еще и ночью надо на молитву встать. И подъем у нас в 4.40. Вот с понедельника у нас в детском лагере переходим на другой режим. Уже будет встать не в 5, а в 5.30. День начал убывать. Пройдет какое-то время, будет в 6. Ну и события какие? Тут ролик у нас выставлен. Полиция по навету, по запросу, или как сказать, мама Тимоши Батудиной. И вот сейчас по ее наводке, как мне говорят, звонят органы. Бомбят. То есть где-то она, видимо, с юристами не знает, куда писать. Это надо знать. Прокуратура, милиция проверили. Все в порядке. Каждый день звонят. Как дела? Сколько? Приехали нет оттуда люди. Мы им все открыли. У нас прозрачно. Все снимается. Мы ничего не скрываем. Поэтому нам легко жить. Потому что лжест должен иметь хорошую память. А когда как было, что? Ну по мне проехались, я и так и говорю. Заботиться. Надо о том, чтобы говорить правду во имя Христа. Они не поделили ребенка. Что она хочет вырвать? Она этого не сделает. А для чего делает? Сотворить зло. Дальше уже зло. Если в первом акте проверки я не усматривал зла, то сейчас вижу явное. Во весь Рост встает зло. Запросы идут. В юстиции, в Роснадзор. Везде неплановые проверки. Ну неплановые. Положено. Вы делаете их на территорию. Ни одна в юбке, без юбки не войдет женщина. Прокурор помощник была. Ей надели юбку. Это у нас дресс-код. Звонят постоянно. Спрашивают. Все по-хорошему. Ну а на что женщина? Ребенка ей надо не выходить за другого замуж. Живы со своим мужем. С кем она жила. Суд решил в пользу отца. Я говорю с их слов. Я при чем здесь? Мне его привезли. Я его сохраняю. Он у меня не больной. Ребенок страшный эгоист. Никого не видит. Я сегодня с ним разговаривал. Хоть вся вселенная исчезнет. Ягоды вчера пошли собирать. Ну ягоды собирать. Одно удовольствие. Нам сказали. Ягоды еще мало зреют. Но тут есть у нас около вокзала бывшего разъезда под Степный. Место такое огражденное высокое. И трава там маленькая. И правда мы пошли пешком километра два с половиной в один конец. Набрали ягод. Вот только сели в одном направлении. Идем. Ну как брать ягоды налево, направо. Он сразу отворачивается ребенок и пополз в другую сторону. Девять лет. И не обернется ни разу. Вот все мы исчезли. Он даже ухом не поведет. Это на любом деле. Какое бы ни было. То есть это не эгоизм. Это извращенное воспитание эгоиста в нем вложилось. Он с легкостью предаст мать, отца, родину. Они не понимают ничего, что сделали с ребенком. И увидят его, как он закусывает нижнюю губу. Я все ему объяснил, что это означает. Это ребенок. Мы стараемся, чтобы он был в коллективе. А его рвут на счастье. Беда. Ни один ребенок не просится ничего. Они его по телефону говорят. И отказал говорить. Не на пользу, не на этом все. Какой у нас порядок. У меня вернулся свояк уже теперь. Из армии как. Телефоны сдают в армии. Иначе они что попало наговорят. Так и здесь. Мне звонят, я им даю, они слушают. А это не дай телефон в руки. И он в стороне говорит, я не слышу. Что он там говорит? А потом плачет. Ну, ребенок. А остальные дети все смеются. Ничего нет. Купаться. Сидит. Ну, разденься хотя. Весь дети хлюпаются, купаются. Одно удовольствие купаться-то. Идут по пирсу. Нога чистая. Сидит. Разделся. Разделся. Дальше будет сидеть. Столкнули. Иди дальше в воду. Пошел в воду. Усыпился за палку. Отвернулся от детей в воде. Задняя часть погруженная. Верхняя сухая. Нормально разве? Самые маленькие дети с головой погружаются, плавают, ныряют. И чего только нет. Ну, это все заснято. Мы еще все не публикуем, что было с ним. Что? Какое посмешище из него устроили родители. Это скрыто все. Даже показывать нельзя, что с ребенком было. В прошлом году еще сказать. Мы молимся об этом. Вам надо его забирать. Никакого ущерба нет. Сегодня мы встретили еще одна помощница. Приехала ночью. Вот Алексей встречал. Она Хакаска, Тувинка там. Защищала диплом. У нас принимала крещение. Теперь защитила диплом и приехала. Я мало слышал, что она Тинникова, Катерина. Может быть по паспорту она и другая. Но так она Катерина. Екатерина. Вот какие у нас. Первый раз за ягодой пошли. Это события настоящие. Начали работать по другому пруду. Нет материала. Мы перешли на свою работу, подготовку. Я беру ту работу, которую никто не делает. Никто. Восстановить падшие пруды. Восстановить падшую скинию. Дорогу. Вот дороги не было. Теперь есть. Она, конечно, неровная. Зимой это глыбы размельчали. Но траншеи с грязью нет. Там мог только проходить Беларусь. Ни одна машина не пройдет. А сейчас любой катается. На велосипеде проходим. Конечно, крупную щебень. Мелкого не достали. Но и это-то обошлось. Только щебень. Насыпали тут 250 метров. И 238 тысяч отдать пришлось. А у меня пенсия 6500. Теперь с добавками. Со всеми добавками. Как реабилитированному, политзаключенному. Мне не давали нигде работать. Кроме как в нервной стране. Охрана где-то. Это я попутно объясняю. Вот. Сегодня мы ошиблись. Немножко встреча. Завтра у нас встречают. Из Канады. Мальчика привезут. Зачем его такую дали везти? Канада. Канада с Северной Америки. Летят. Пересадки. Живут. Значит, что-то у нас есть такое. И мы стараемся это все сделать. Я уже не показываю. Тут пишут какие оскорбления. Особенно в Ютубе. Я сейчас вот открою, чтобы показать, что в интернете делается. Как относится. Может прям тут же сходу, горяченькое. Если откроется. А то не открывается вчера сайт. Вот открылось с одного толчка. Это вот то, что выставляется. Я выставить не смогу. Замки мне надо только утрами снимать и все. Вот. Теперь смотрю, что пришло. Какие-то комментарии. Ну, если матерки я закрою. Бывает такое. Прям матерятся. Что здесь? Отец Александр Мень. Трусость и корысть. Ну, я с ним встречался. Мои беседы. Ну, что тут о нем пишут? Сейчас мы посмотрим. Вот видите, какой, наверное, отец Александр Мень, это ролик мой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас серия вопросов и ответов. Как бы бесед. Ну, вот я теперь смотрю, что тут за ответ. Пишет Алекс Ремон. Пожилой человек вроде бы должен быть мудрее и осознавать, что скоро сам предстанет перед Богом. За что даст ответ за себя и не за кого-то другого. Но вы, старик Игнатий, брыжете слюной на другого человека. Дар и зависть у вас просто смотря не видно, очевидно. Но, на видео, очевидно. Вот. Мы не ответили Библию. Ну, то есть, какой-то бред. Какой-то неуважает моя беседа личная с Александром Менем. У него там в новой деревне. А человек этот тонн что-то знает. Нет, гора какая-то нарисована. Ни личности, никого нет. То есть, это поповские бредни. Они попы ненавидят Александра Мене. А я опубликовал наши беседы, вопросы, ответы, аудио на нашем сайте. Это они подговаривают, кого-то я узнавал. И потом приходили люди и каялись. Бессовестнейшие люди. Самые негодные идут в попы. Самые бесталанные, самые злобные, лютые волки. Вот о чем говорит апостол Павел. И нападают, а потом что-то доходят. И приходят, и за ноги цепляются. Прости, меня наставляли. Я говорил с Украины один. Юноша хороший, со мной переписывался. Узнал поп. Ни, нельзя, еретик. Он отошел. Ему надо попом. Поставили, запился. По дворам ходил, падал на колени, просил выпить. Утонул в колодце. Все. И никто не отвечает. Дорога еду. В вагонах. Всюду встречаются люди. Я в пяти университетах вел занятия. Женщина, а я знаю. Я говорю о Христе, а она сидит. А я знаю, кто вы называет меня. Я ходила к вам на занятия, там, в Алтайский государственный университет. Или педагогический, там, медицинский. Ну, где-то институт культуры. Я говорю, а сейчас, а сейчас я не хожу. Я говорю, а почему? Ну, вы же говорили, что надо в храм идти. Конечно. Храм патриархийный. Ну, я пошла. Ну, вы же говорили, что надо исповедоваться. Ну, конечно, говорил. Ну, я стала исповедоваться и сказала, что хожу к вам на занятия. Ой, как батюшка разгневался, покраснел весь, руками махать начал. Что вы? Это архиеритик, это псевдоправославный. Я говорю, батюшка, да я веровать-то стал. Игнатьев, все равно не ходил. Веровал, это ладно. А я ж Бога не веровала. У меня абортов-то сколько. Он все мне рассказал. Я узнал про Христа. Но больше не ходи, нельзя. Нельзя. Там гибель. Ну, я говорю, куда ходишь теперь? Да никуда не хожу. Ну, в церковь-то ходишь? Нет, никуда не хожу. Попа ее не ищет. Волк сожрал. И таких людей мне встречалась ни одна, ни две. Мы благовествуем в городе. Заходим в подъезды, идем по квартирам, раздаем Евангелие. Вышли, и там, вижу, на площадке детская бабушка стоит. Бабушка такая, видно, еще бодренькая, с внуком. Наши подошли к ней, она говорит, вы, наверное, от Лапкина? Да. Так он, вон, говорит, сам стоит. А я, говорит, к нему на занятия ходила. А дальше то же самое. Только ходила она в другой университет или в школу. Я в десятках школ вел в Барнауле. А теперь куда ходишь? Ну, он же сказал, на исповедь. И тебя пошла, батюшка, в другой храм. Одинаково ведут себя, то есть волчары. Бешеные волки. Он ее отбил. А куда ходишь теперь? Я, да никуда не хожу. Куда идти-то? Попы такие злобные, к вам нельзя ходить. Они ничего не знают. Это губители. А тут еще миссионерские отделы. Дыра в преисподнюю. Бога не знают. Лютые. Бросаются, друг друга поддерживают. Вот о чем Алексей сейчас сказал. И вот он, пожилой человек, должен был мудрее. Откуда мудрее он знает? Моей мудрости, может быть, и достаточно было, но для него недостаточно. А кто он? Алекс Римон. Ну, еще Алекс Римон. Никого нигде нету. Без имени, без всего, это только демоны. Римон, демон, там это мало ли кто бывает. Вот он только сейчас зашел. Все. Ему ничего больше не надо. Дальше. Вот это как раз Майл.ру показать. Вот мой мир. Вот здесь. Что есть? Ну, все это показываем. Если нормально можно считать. А то заходят там. Почему погибла группа Дятлова? Я говорю, бесы погубили. Бесы, демоны. Ой, как ругаются. Ужасно. Безбожники. И большинство это. Вот я узнаю прямо. А кто вам дал благословение? На все благословение. Поклоны делайте. Кто дал благословение? Ну, Бог дал благословение молиться. А кто у вас наставник? Кто духовник? Кто митрополит? Кто? То есть система поглотила разум. Не спрашивают, что я верю в Бога, во Христа. Ни одного евангельского слова нету. Нету. Только не прикрывайся Христом. А кем же мне прикрываться? Это миссионерские отделы говорят. Где отделы зла. Отделы ада. Богомерзкие отделы. Лютуют просто. И во главе Дворкин стоит. А эти как псы из подворотни лают. Да что Дворкин может сказать? Посчитайте в интернете все. Наркоман. И чего только нету. И шарлатан. И чего нету. Ничего нет у него? Нет, он в неверующий человек походит. Похоже нападает. Дальше у нас есть форум. Большой форум. 1592 темы. Вот. Это вот наш сайт. Закрыть надо. Здесь. Вот мы выставляем. И тут видите сколько. Полиция по жалобе мамы. Вот. Сколько здесь? Один день назад 1119 просмотров. И милиция, и полиция все смотрят. Мы снимали. И теперь еще там юстиция, чтобы дала эта проверка. Ото всех натравили на нас проверку. Я понимаю. Внеплановое. Внеплановое. Внеплановое мы все прошли. А то неплановое что-то найти. Это что сорвала вот эта вот самая мама. Это от нее идет. Да благословит ее Господь. Она не знает. Может еще и в церковь ходит. Но если входит в церковь, тогда понятно, откуда ветер это дует. Но ничего за нами нету. А совершенно ничего нету. Необычный лагерь. Мы были единственный лагерь православный в Советском Союзе. Единственный. 45-й год нам. А советская власть-то давно ли она ушла? А мы 72-го года. Вот сколько. Ну и события дня. Тут все это есть. Что тут прошло за это время у нас? Вот события на каждый день. Это завтра кое-что я тут выставлю. Еще покажу, что тут выставлено еще. Признаки дождя. Катание на мотоцикле. 360. Необычно все. Так. Определение старости, богатства. Вот. Ну любую возьму. Василиса берет в лагерных пости. Коров. 520 просмотров. Но коровы во дворе начальник поют. 405. Для нас это нормальная цифра. Столько наших посетителей. Вот. Александра менее. Ну и самое главное сокровище наше. Это во свете Библии сайт. Вот он. Библейский православный сайт. Здесь все есть. Сообщаться нельзя. Общаться по Майл.ру. Надо там у меня к истине 2. Ну и здесь главное это ответы и вопросы. 4124. Вот что у нас за событие. Не мирового масштаба. Маленького. Но мы и сами маленькие. Мы учим детей самому важному. Жить. Молиться. Трудиться. И уже они начинают помаленьку шевелиться. Богу нашему слава. Во веки веков. Так. Смотрите.